Начнем с чудо-новости для казахстанцев. Правительство всерьез взялось за реализацию президентских инициатив и готовы кредитовать население под 6% годовых. Только в 2018 году на эти нужды выделят 62 миллиарда тенге. Илья Рыбин выяснял, какие условия необходимо выполнить, прежде чем получить деньги на развитие собственного бизнеса. Спустя 5 дней после презентации пяти президентских инициатив Министерство труда и социальной защиты объявило условия по выдаче микрокредитов населению. Под 6 годовых на 5 или 7 лет. Сейчас же выдают от 7% и выше. Начинающие предприниматели смогут взять до 19 миллионов тенге. Причем даже безработные. Для этого любой желающий должен подать заявку в отдел соцзащиты, местный акимат, либо филиал палаты предпринимателей. И после этого ему будут оказаны консультации, как можно получить этот кредит, какие необходимые документы для этого сдать. После этого он будет направлен на обучение через программу бизнес-постал. После обучения он получает сертификат. И с этим сертификатом он будет уже иметь право получить кредит. Обучать основам предпринимательства претендентов на льготные кредиты будут месяц. За это время рассчитывают выявить и отсеять тех, кто не понимает, что полученные деньги нужно вложить именно в бизнес и, конечно, вернуть. Еще одна приятная деталь. Суду на развитие дела дают практически без залога. Точнее, государство гарантирует возместить 85% от всей суммы в случае, если бизнес погорит. Если он получил гарантирование по этому кредиту, то да. То ему остается только 15%, а 85% уже государство закроет за него перед фондом поддержки средств. Взять кредит на создание собственного дела сможет каждый, кто хоть маломальски имеет задатки предпринимателя. В 2018 году на эти нужды из бюджета собираются выделить 62 миллиарда тенге. Суду получат как минимум 14 тысяч человек. Но предпочтение отдадут жителям сельской зоны. Илья Рыбин, Нуркин, Токмурзин, Информбюро, Астана.